Дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, Задыниаку Артём, и сегодня мы будем играть в Skywars на сервере, который называется Хайпиксель. И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу топ-3 крутых красных ресурс пака. Да, все эти ресурс паки, которые я сегодня вам покажу в видеоролике, они нарисованы в красном цвете. То есть в этих ресурс паках есть красивые красные мечи, в принципе здесь почти всё красное, алмазная броня и остальное. Также перед началом данного видеоролика хочу попросить, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал и нажали на колокольчик, если вы этого не сделали. Давайте наберем по данным видеороликам 100 лайков, цифра большая, но я надеюсь мы справимся и сможем набрать это количество лайков. Ну а мы уже переходим к нашему розыгрышу на лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт и с доступом на Хайпиксель. Поехали! Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт и с доступом на Хайпиксель. Чтобы её получить, вам нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и написать комментарий, в котором будет больше трёх слов. Итоги будут в следующем видеоролике по Скайварсу. Ну а вот победитель из прошлого розыгрыша. Напиши, пожалуйста, в личное сообщение группы ВК daynecogames.net и мы тебе выдадим твой аккаунт Майнкрафта абсолютно бесплатно. Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на daynecogames.net. Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта. Только у нас большой ассортимент. Низкие цены, доставка 24 на 7. И всё это на daynecogames.net. Ссылка в описании. Также мы ежедневно раздаём ключи Steam в группе ВК. Давайте простроимся теперь на центр. Пока уберём вот так вот, простраиваемся. Отлично. И давайте теперь заберём сундуки, которые у нас находятся внизу, получается. В самом низу. Просто вот так вот берём, прыгаем вниз и здесь у нас должны быть сундуки. Да, сундуки есть, их ещё никто не забрал. И давайте заберём эндер пюрл. Эндер пюрл есть, тоже неплохо. И последний сундучок забрал. Хорошо. Здесь у нас больше никого нету. Давайте теперь мы возьмём и поднимемся наверх. Это, кстати, у нас мистическая игра. Здесь у нас есть, получается, такая штука, когда я убиваю кого-то, какого-то игрока, нам даются головы этих игроков. И это реально очень хорошо и очень круто. Вижу нашего первого игрока, которого я попробую сейчас убить, если у меня получится это сделать. Да, у меня получится, потому что игрок действительно язычный попался. Вижу следующего игрока, который у нас находится вот здесь. Давайте мы попробуем его скинуть. А он сам упал. Молодец, брат, молодец. Что у нас по мечу? По мечу у нас есть хороший меч и у нас есть хороший золотой шлем. Я не знаю, идти мне на этого игрока или не идти. Возможно, он сам на мне придёт. Ну, что он... Ну, у него, в принципе, 3,8 уровень. У него такая хорошая броня, в принципе. И я вот не знаю, будет идти он на меня или не будет идти. Всё, на него сзади там нападает уже другой игрок. Давайте мы сейчас будем ждать. Вот, его зажали. Типа, я здесь стою, там тот щёлт стоит. И он не знает, куда ему бежать, в принципе. Давайте мы попробуем его скинуть. А, меня таргетит просто. Ну, нормально, ребята. Всё-таки хайпиксель. Чё уж тут удивляться-то. Таргет нормальный на хайпикселя. О, я вижу игроков. Давайте мы попробуем хотя бы кого-то убить, если у меня получится. Одного я убил, и второго я также убил. И всё, это победа, где мы взяли 4 убийства. Я всё-таки затаргетил этих игроков. Поступил неправильно. Ну, как есть, так и есть, дорогие друзья. Получилась вот такая вот наша первая игра на SkyWars'е, на карте, которая называется Stratto. С нашим первым вот таким вот ресурспаком. Переходим к нашей уже второй игре по SkyWars'у с нашим вторым красивым ресурспаком, который нарисован в красном цвете. Поехали! Вторая игра на карте, которая называется Ember Sizzle с нашим вторым ресурспаком, который занимает 3 места в данном видеоролике. Давайте мы теперь кинем в себя зельку. Заберём этот сундук, заберём этот сундук. И последний сундук, который у нас находится вот здесь, забираем. Дорогие друзья, в этой игре у нас много двоек. Второй ресурспак, второе место и, в принципе, вторая игра. Это круто. И, в принципе, отправляемся теперь на центр. У меня есть фулл броня. Броня, ну, средненькая, я думаю, даже хорошая. Потому что мне ещё повезло. Бывало, что вообще нормальной брони не было. И теперь мы надеваем это всё вот сюда. Заберём ещё одного скелета, заспавним его. И последний сундук я забрал. Отлично. Давайте теперь убьём вот этого игрока. Если я его убью, у меня будет нормальный алмазный шлем, который я смогу забрать и, в принципе, попытаться выиграть данную игру. Так, одного убил. Супер. Убил второго игрока. Ну, опять я, к сожалению, закрытил килл, но ничего страшного. Забрали, переложили. Всё супер. У меня фулл маска и нормальный, в принципе, железный меч. Убиваем нашего следующего игрока, который у нас находится вот здесь. Так, давай, братишка, ты у нас, пожалуйста, упадёшь. О, мой скелет помогает. Кстати, его откидывает немножко. И из-за этого он стопится. И, в принципе, мой скелет реально спасает меня. Так, всё, я его убил. Отлично. Так, что здесь у нас с игроками? По игрокам у нас ничего интересного нету. Один у нас упал, другой АФКшит. Вот и всё, дорогие друзья. Вот такая наша вторая игра. Мы здесь 100% победили. И второй вот такой красивый наш ресурс-пак красного цвета. Я думаю, он вам тоже нравится, так же, как и мне. Э, мой скелет. Нет, скелета. Он моего скелета украл. А нет, вот и мой скелет. Вот на скелетике я ему вот так вот покажу, что он у меня на месте. Итак, что у нас есть? У нас, к сожалению, интерпро лавнит он. Давайте мы простроим путь, в принципе, и будем отправляться к этому игроку. Он АФКшит или что с ними? Я не могу понять, почему он что-то стоит, а мне ничего не делает. А, ну, у него, в принципе, есть удочка. Хорошо, удочка это плохо. И мой скелет, мой скелет помогает мне, в принципе. А сколько у него хп? У него 17 хп, жестко. Жесткий игрок, давайте поставим здесь, в принципе, вот эти вот штучки, чтобы нас никто не скинул. Вот так вот сделаем. Блин, он моего скелета убил. Ну, это, конечно, грустно. А где мой второй скелет? А второго скелета, походу, к сожалению, у меня уже нету. Ну, что ты будешь делать, братан? Ты будешь на мне идти или не будешь? Так, хорошо. Ну, у нас, в принципе, есть ботиночки. У нас, в принципе, есть нормальный нагрудник. Осталось только подождать, пока этот пацан ко мне придет. The homie. Ну, давай, homie. Братик, давай, иди ко мне, homie. Ты же homie, ты должен ко мне идти. Не хочешь? Ну, как хочешь. Давайте попробуем его сейчас скинуть как-то. А у меня, в принципе, есть снежки. У меня много снежек. Я думаю, ну, неплохо так снежек. А, блин, я все снежки зря потратил. Ну, ничего страшного. А, прострою путь. И, в принципе, буду ждать этого игрока. У меня есть, кстати, удочка. Удочка тоже неплохая штука. Она для пвп. И, блин, он не идет. Он затягивает игру очень плохо. Если была бы модерка, я бы его уже закикнул за затягивание игры. Вот на Клаудзиленде у меня есть модерка, я могу, в принципе, все хикать, а здесь не могу. Все, он на меня идет, и я его, в принципе, убиваю. Да, у него 10 хп остается, но сейчас опасно. Опасно очень, потому что он меня сейчас может скинуть. Ведь здесь вы сами видите, какое место опасное. И, блин, он у меня просто яйцами входит, и я не могу к нему прийти. Он не дает мне даже возможности пройти, к сожалению, к нему. Поэтому давайте мы, в принципе, заберем сундуки, возьмем, золотаем это, как они называются, эндерперлы. И будем его убивать. Хотя нет, я даже эндерперлы лутать не буду. Я его просто возьму и скину. И это наша, получается, вторая игра, где мы сделали 5 убийств. Вот такая наша получилась... О, мне не обзывают? Да-да-да-да-да. Хорошо, я очень благодарен за то, что такие игроки попадаются. Очень позитивные. Они опозорились в данном видеоролике 100%. Теперь вы можете знать их ники, и можете, в принципе, знать, какие игроки играют на хайпикселя. Вот такая наша получилась вторая игра. Переходим к нашей третьей игре с нашим ресурспаком, который занимает первое место в данном видеоролике. Поехали. Начинается наша третья игра с нашим первым ресурспаком на карте, который называется Mountaintop. Вот так вот выглядит данный ресурспак. Этот ресурспак занимает первое место в данном видеоролике. Забавные игроки попадаются, просто берут меня, ласкают и позорятся в видеоролике. Это, конечно, очень забавно. Тут какой-то чилик меня узнал. У него какой? Третья первую уровень. Деника Артемовича. Давайте напишем. Да, я. Просто таки напишем. Да, я. Ничего говорить больше не будем. Пока простраиваемся сюда, получается, на центр. И давайте будем убивать вот этого игрока, который у нас находится вот здесь. Так, братан, 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 братан. Все, ты у нас отлетаешь и умираешь. Говдс, брат. Блин, я реклый ролик не могу, братишка, не могу. Давайте просто напишем. Вот так вот рекл напишем, и все. Давайте будем дальше искать игроков. Это что у нас за чел? Это чел не тот, который со мной общается. Мы его просто берем и убиваем. Он пытался поджечь, получается, динамит, но у него не получилось это сделать. Перекладом, получается, вот сюда. Видите, вот есть адекватные люди, как этот. Третья первой уровень. Вроде такой вот большой уровень и не ЧСВ. Хотя на хайписеле очень много людей, которые просто с тебя оскуют, у которых там 20 уровень, 15 уровень, большой, который уровень. И они просто тебя пытаются оскорбить, и, в принципе, это вся их задача. Поэтому какая-то вот такая вот фигня. Но есть нормальные люди, вот как этот игрок. Просто Деника, Артемыч Гов, ДС, брат. Если бы не рекл был ролик, я бы обязательно с ним сходил в ДСБ. Поэтому вот так вот. Если вы нормально относитесь к людям, они тоже к вам будут нормально относиться. И мы выглядели данную игру на карте, которая называется Mountain Top. Переходим к нашей четвертой игре по Skywars. Начинается наша последняя четвертая игра на карте, которая называется Crystal Source. Нашим же опять с третьим ресурспайком, который занимает первое место в данном видеоролике. Ресурспайк реально очень красивый. Играем его в режим Solo Insane Mode. Вот так вот выглядит данный РП. Здесь у нас есть алмазная броня и алмазный меч. Очень красивая броня. Давайте напишем к этому чилику. Опять мне этот игрок попался. Очень крутой пацанчик. Очень-очень крутой пацанчик. Поэтому давайте мы прыгнем вот сюда вот вниз. И также давайте спустимся вот сюда. Вот. Ну, в принципе, это все. Давайте мы еще, в принципе, заберем сундучки, которые у нас находятся вот здесь. Сундук, который у нас находится здесь, забрали. И давайте заберем следующий сундучок. А, здесь уже кто-то забрал его вроде. А, нет, не забрал никто, кстати. Значит, забираю его я. И беру удочку на кнопбэк. Это, конечно, плохая удочка. Но я все-таки воспользуюсь ею. Попробую кого-то скинуть. Вот этого вот игрока я скидываю. Но нет, к сожалению, не получилось. Кушу золотое яблоко. И опять же пытаюсь скинуть его, если получится. Не получается. Но почему? Конечно, это плохая удочка. Но все-таки я ее юзу. Потому что по-другому не умею. К сожалению. Так, убил этого игрока. Убил еще этого чилика. Отлично. Убиваем следующего игрока, который у нас находится вот здесь. А, это читер или что? Не, это вроде не читер. Но я его убил. Хорошо. Супер. Ребят, что у нас пока по броне? По броне у нас все супер. Потому что, как вы можете иметь, поломазочка. Так, это кто у нас? А, это Ицлюка. Это этот чел. Я его, в принципе, убивать не буду. Ну, таргетить не хочу, в принципе. Потому что нормальный чилик. Нету смысла его таргеть. Убил этого игрока. Убиваем следующего чилика, который у нас находится вот здесь. А, он от нас просто убегает. Ладно, ладно, ладно. У него просто по ножу нету. Это будет легко. Его легко очень убить. Но, к сожалению, он от нас убегает. Сюда, чтобы убить этого пацанчика. У него нет по нож. Я думаю, это будет легко. А, нет, теперь у него по ножу есть. И все, я его просто беру сейчас и скидываю. Да, это у нас победы, дорогие друзья, на этой карте. Где у нас опять попался Лука. И все, дорогие друзья. Так, он засеялся. Он засеялся, это плохо. Это очень плохо, ребят. Меня это, к сожалению, не радует. Потому что он сейчас может выбраться отсюда, в принципе. И заточить данную игру. Надеюсь, у него не получится это сделать. У меня даже кирки нету, к сожалению. Чтобы прокопаться здесь. Так, ну ладно. Туда мы будем, в принципе, сейчас лутать этот сундучок. Здесь есть кирка. Как вы думаете, кирки, к сожалению, здесь у нас нет. Ладно. Но есть у меня, в принципе, хорошая удочка на кнопбэк. Поэтому мы будем пока втихаря здесь сидеть. Если что, мы к нему прыгнем и будем его убивать, ребят. Что он там делает? Он там вылазит. Так, братишка, что делаешь? Вылазишь, да? Да, вылазишь. И я просто беру сюда, залетаю и убиваю тебя. Так, брат, 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 у тебя мало хп. Я тебя просто беру и скидываю. И все это победа на карте Crystal Sears. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, обязательно ставьте лайки. Ресурс-паки реально красивы. Можете написать в комментариях, понравились ли вам они. Какой ресурс-пак будете юзать. Первый, второй или все-таки третий ресурс-пак. Ну, а с вами был я, Задвиняк Артем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Чем больше лайков по данным видеороликам наберет, тем быстрее я для вас запишу новый видеоролик по ресурс-пакам. Ну и все, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok